По данным компании ТНС Украина, это чрезвычайное происшествие привлекло наибольшее внимание интернет-пользователей. Не удержался на посту генерального прокурора Украины и Виктор Шокин. Он уже третий генпрокурор с послемайдановских времен, который подает в отставку. Недовольство по его работе общественность выражала уже давно. Впрочем, уйти из должности он решил только после того, как проработал чуть больше года. В заявлении президенту объяснил свое решение так, по собственному желанию. В Верховной Раде долго не думали. За увольнение Шокина проголосовало 289 депутатов. Стоит сказать, что до своей отставки еще генеральный прокурор успел освободить от должности своего заместителя Давида Сакваралидзе. Формально из-за сокращения такой должности в структуре генпрокуратуры вообще. Он не расследовал ни одного дела об убийстве, о терроре Евромайдана. Он не расследовал ни одного дела о коррупции как до, так и после Евромайдана в высокопоставленных кабинетах. Под руководством Шокина сегодня освобожден последний человек, который за это боролся с генеральной прокуратурой. Давид Сакваралидзе. Такая атака на меня и на нашу команду – это сигнал о том, что на самом деле настоящие реформы в Украине не нужны правящей верхушке. И это факт. Это зачистка от тех, кто готов каждый день бескомпромиссно бороться с коррупцией и старыми устоями. Бывший заместитель уже бывшего генпрокурора Украины Давид Сакваралидзе всего несколько дней назад официально заявил – некоторые дела, а особенно резонансное дело бриллиантовых прокуроров не двигаются с места. Потому что, мол, сам Виктор Шокин этого не хочет. Я пришел сюда для того, чтобы мы, украинцы, не были рабами этой коррупции, которая на сегодняшний день пожирает нас. У нас достаточно есть людей, которые могут возглавить прокуратуру, генеральную прокуратуру. Особенно это должен быть молодой, перспективней, который смотрит вперед. Такое желание украинцев поддержали и некоторые народные избранники. После освобождения Виктора Шокина предлагают кардинально изменить систему избрания генпрокурора. Нужно что-то менять системно. Открытый системный конкурс. Люди должны понимать, кто идет на эту должность. Люди должны понимать, это тот человек, который является профессионалом. Этот человек способен эффективно выполнять свои обязанности. Тем временем в генпрокуратуре нашли тех, кто уже сейчас заменит Виктора Шокина. Должность исполнителя генерального прокурора займет первый заместитель уволенного Виктора Шокина Юрий Севрук.